Техническое описание кода неисправности OBD2, система управления приводом дроссельной заслонки, принудительное отключение двигателя, что это обозначает. Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии DTS обычно применяется ко всем автомобилям, оснащенным OBD2, в которых используется система управления дроссельной заслонкой, включая, помимо прочего, автомобили Ford, GMS, Hyundai, Land Rover, Toyota, Dodge, Chevy, Subaru, Suzuki, Jaguar и т.д. К сожалению, этот код чаще встречается на автомобилях Ford, Chevrolet и Land Rover, код неисправности P2150 OBD2 это один из возможных кодов, который указывает на то, что модуль управления силовым агрегатом PSM обнаружил неисправность и ограничивает работу системы управления приводом дроссельной заслонки. Эта ситуация известна как активация отказоустойчивого или слабого режима для предотвращения ускорения двигателя до тех пор, пока эта неисправность не будет исправлена и соответствующий код не будет очищен. Существует 4 кода, которые называются кодами силы, P21004, P21005, P21006 и P2110, PSM устанавливает их, когда присутствуют другие коды, которые указывают на проблему, которая может быть связана с безопасностью или вызвать повреждение двигателя или компонентов трансмиссии, если своевременно не устранить ее. Код P21005 устанавливается PSM, чтобы заставить систему управления привода дроссельной заслонки выключить двигатель, этот код может быть связан с неисправностью системы управления приводом дроссельной заслонки, но обычно другой проблемой является установка этого кода. Код неисправности P21005 запускается PSM, когда он получает ненормальный сигнал от различных компонентов, система управления приводом дроссельной заслонки является рабочим циклом, контролируемым PSM, и функция системы ограничивается при обнаружении других кодов неисправностей, серьезность кода и симптомы. Серьезность этого кода может быть от умеренной до серьезной в зависимости от конкретной неисправности. Симптомы кода неисправности P21005 могут включать, двигатель не запускается, мало или нет ответа дроссельной заслонки, проверьте, горит ли лампа двигателя, ABS свет с подсветкой, автоматическая коробка передач не будет переключаться, дополнительные коды присутствуют. Распространенные причины этого кода DTS – наиболее распространенные ситуации, в которых этот код устанавливается и переводит двигатель в отказоустойчивый или вялый режим, чтобы указать на проблему и выступать в качестве красного флажка. Перегрев двигателя, утечки охлаждающей жидкости, неисправность клапана EGR, неисправность датчика массового расхода воздуха, модификации ведущего моста, ABS, антипробуксовочная система или система контроля устойчивости, проблемы с автоматической коробкой передач, ненормальные системные напряжения. Каковы некоторые общие ремонтные работы? Устранить утечку охлаждающей жидкости замена или чистка датчика ABS, замена или очистка клапана EGR, замена или очистка датчика массового расхода воздуха, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена проводки, перепрошивка или замена PSM, диагностические и ремонтные процедуры. Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и силовой установки, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Вторым шагом для этого кода является завершение сканирования PSM для определения других кодов неисправностей, этот код является информационным кодом, и в большинстве случаев его функция заключается в предупреждении водителя о том, что PSM инициировал отказоустойчивый режим из-за неисправности или сбоя в системе, которая не связана напрямую с приводом управления дроссельной заслонкой. Если идентифицированы другие коды, вы должны проверить TSB, связанные с конкретным транспортным средством и этим кодом, если TSB не был сгенерирован, вы должны выполнить определенные шаги по устранению неполадок для этого кода, чтобы точно определить источник сбоя, который обнаруживает PSM, чтобы перевести двигатель в отказоустойчивый или вялый режим. Как только все другие коды были очищены или если другие коды не обнаружены, если код исполнительного элемента управления дроссельной заслонкой все еще существует, следует проверить PSM и исполнительный элемент управления дроссельной заслонкой, вся проводка и соединение должны быть визуально проверены на наличие явных дефектов. В качестве отправной точки, распространенная ошибка замена привода управления дроссельной заслонкой или PSM, когда другие неисправности устанавливают этот код, редкий ремонт, замените блок управления дроссельной заслонки. Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с кодом силы вашей системы управления дроссельной заслонкой, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет. Внешние ссылки, вот ссылки на некоторые обсуждения автомобилей Ford с кодом P21005, P2700F150, P21005, P2400F150 без проворачивания или запуска P21005, P21007.